Всем привет, друзья! С вами Махаун Хоррор, и настало время мне поиграть в очередную инди-игрушку. На этот раз игрушка на констракте, или на конструкте, как некоторые говорят, под названием, как вы уже видите, Skating of the Host. То есть, скейтерство призрака. Да, странное название, главное меню не оформлено особо, но я думаю, здесь пока это не важно. Я думаю, что это не полная версия, так как у меня здесь сверху в окне написано Application 1. Опа, и... странно немножко было видеть свой ник. А, это обращение ко мне, господи, что я туплю, это Махаун Хоррор. Этот платформер вызвал твоему умению играть в хардкорный платформер, и посмотрим, что ты скажешь, когда не пройдешь первый уровень, а пройдешь и становишься на втором. Но всего 14 уровней, некоторых из них тебе никогда не пройти. О, господи, это же вызов, друзья. Ну, не знаю, попробуй достойно его принять, я не знаю, что у меня получится. Это такой призрак у нас, такой зеленый. Это на желе больше похоже, честно. Ну, ладно, не суть, может и призраки такие существуют. Ну, да, это как октоплазма, говорят, она зеленого цвета какого-то, светло-зеленого, черт его знает. Ну, единственное, что я скажу разработчику лично, то есть он ко мне лично обращается, я ему отвечу тоже лично. То, что в хардкорный платформер я предпочитаю играть... Ать-ать-ать-ать! Предпочитаю играть на джойстике, потому что, как бы, я и привык на джойстике больше играть, чем на клаве. Да и на нем удобнее, на мой взгляд, особенно в платформеры играть. Так у меня уже нету жизни, судя по всему. И дела обстоят мне очень хорошо, да, на самом деле я принимаю вызов уже как лошара. И мое умение играть в хардкорные платформеры, оно как бы, ну, как сказать, спорно, смотря как я к этому готов вообще. Вот лично сейчас вроде как у меня еще что-то получается. А, надо было так ровненько, ровненько, да. Вот, сейчас у меня еще что-то получается, однако, вот, по крайней мере, то, что разработчик мне сказал, что я, возможно, не пройду первый уровень. Наверное, я его сейчас пройду, да, я его сейчас пройду, сейчас флажок подберу. Левел 2. Остров ходячих шипов. Смерть на ногах будет преследовать тебя повсюду, и задача пройти сквозь препятствия, быстро двигаясь параллельно шипам, чтобы не столкнуться с ними. Хорошо, да, так, параллельно шипам, значит, блин, на самом деле непривычно мне играть на... Опять наткнулся, нехорошо как... Вот, блин, как они внезапно повернули, у меня уже мало жизней. Говорю, непривычно мне, может быть... А, вот, да, тут сохранение работает, ну и слава богу. Так, говорю, непривычно мне играть на этих стрелках, это просто жесть, может, на ВСАД... Нет, нельзя на ВСАД, не вовремя нашел время проверить, вообще ужас какой-то. Так, 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 я еще напараюсь на эти шипы, когда дважды, короче, могу, я думаю, что они, типа, мертвые становятся, да. Шипы мертвые, они и так неодушевленный предмет, что я вообще говорю? Так, ну у меня нихрена ничего не получается, вот уже второй уровень, о, мы можем за счет того, что натыкаемся еще... Ой, блин, уже все, больше не... Опа, опа, я... Да ну, блин, разработчик-то что, издеваешься, что ли, надо мной? Так, так, все, сосредоточились, все, поперли, все, так, так, так... О, все, поехали наверх, да, вернее, попрыгали, или как это мы лучше сказать, мы все-таки... Призрак на скейте. Разработчик, ты что курил-то? До меня тоже идеи разные доходят, честно, и в этот раз я так уж просто в шутку говорю. Иногда я не в шутку говорю, что курил разработчик, вернее, спрашиваю. Так, все, второй уровень я прошел, ура! Короче, вызов пока у меня, хоть и с поблажками, но я все равно. Левел 3, опасный выстрел. Так, мне еще и стрелять будут здесь. Что можно ожидать от кучи заряженных пушек на поле для скейта? А, это поля для скейта, что ли, такие? Да вы совсем, что ли, рехнулись? Я вот на скейте, когда катался, никогда такого не видел. Шансы попасть под заряд гораздо больше, чем погибнуть от остров шипов или не влезть на стену. Так, save and doubt, это сохранимся, да, или тут автосохранение. Я не знаю, каким образом здесь все это проходит. Здесь недооформлено, так скажем, может быть, это еще какая-то бета-версия или альфа даже. Но, блин, на самом деле она сложная, эта игра, но она разумно сложная. То есть я раньше говорил, ааа, все-таки наткнулся. На то, что есть игры, которые до идиотизма сложные и пройти практически невозможно их. Вот я играл когда-то вот такие, у меня какие-то летсплеи на такие игры есть, на такое подобие. Но вот эту вот игру можно вполне пройти, если просто сосредоточиться как следует, а не болтать так много, как я. Да, но я же не должен молчать, правильно? Я должен говорить, ой, тя-тя-тя. Чуть-чуть осталось, все, один раз на рвусе, все. А, ну да, я, кстати, тогда ступил, я сказал, что в нас еще и стрелять будут. В нас уже стреляли. Четыре, не знакомый какой-то, как будто я его уже видел. По-моему, это и есть. Слушайте, тут уровни, что ли, повторяются? То есть тут на уровне добавляются новые препятствия, или я могу ошибаться? Короче, я не знаю, пока еще точно внимания на это не обратил. Только сейчас я немножко урубился, что что-то знакомая локация какая-то. Оп, оп, нет, лучше бы я просто по шипу прыгнул, да. Умение, значит, хардкорный платформер. Ну, разработчик, если ты хотел увидеть мои умения, то ты видишь их сейчас. На этом моменте вообще у меня полная задница, я не знаю, что делать мне. Так, поехали дальше. Пробовать! И напарываться! Ну, ладно, а что поделать? Оп, 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 хоть за счет шипа, но подпрыгнул, перепрыгнул. А, тебе еще раз! Только этот раз был совершенно необязательный. Так. Надо подсечь момент. Это рыбалка такая, да? Опа, все-таки нарвался, но мне хватило, хватило мне жизни. Ой, здесь я застреваю. Опа, я застреваю здесь, а я думал, можно здесь. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Блин. Ну, это, конечно, да. Это напрягуха еще та, блин. Особенно сейчас, когда бы мне лучше расслабиться. Что-нибудь такое полегче. Что-нибудь поиграть? А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Тихо, тихо. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Да у меня бы даже слов нет. У меня только одни эмоции на такие ситуации, которые у меня игра сейчас подкидывает. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Четвертый уровень. Если их 20... Ой, сколько там? 14 или 12? Я уже забыл. Я не знаю. У меня не получится, наверное, ее всю пройти. Я уже начинаю очень часто запарываться. Из-за этого я вот на одном, на третьем уровне сейчас был... Да еще тут тест на прочность придачу. Не каждый призрак поедет невредимым через лабиринты, где смерть встречается на каждом шагу. Здесь я спрошу разработчиков, почему призрак вообще может напарываться на какие-то препятствия. Потому что он призрак, он должен проходить насквозь его. Хотя, в принципе, призрак это существо, так скажем, выдуманное человеком. Поэтому все по-разному себе их представляют. Поэтому я не буду спорить. А-а-а! Блин, нарвался. Свою задницу продырявил разочек. Ну ничего страшного. Я уже, так сказать, привык. В этой игре быстро привыкаешь к таким дырявливаниям из задницы и так далее. Так. Все. Вроде как уровень совсем поменялся. Ура! Не видно ничего. Только вот единственное, что я говорю, ура, я даже не знаю, что от него ждать. Ты-ты-ты-ты все-таки нарвусь. Я так и знал, что нарвусь. Вот здесь вообще потолок-то низкий. Как мне тут... Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-ай! Тьфу ты, ешкин, ты матрешкин, а? Так хочется матом ругнуться, но я не буду ругаться матом. Но это плохо, потому что я стараюсь в летсплеях на... Ай-яй-яй-яй! Ну уж вообще я дурак. Надо уж сразу заново начинать тогда. Я стараюсь как можно меньше матом по жизни ругаться. Но иногда... Иногда мне так хочется, что я не могу сдержаться. А сейчас мне лично не очень хочется. Просто... Просто не хочу никому хреново делать. Разработчику не хочу ничего обидного случайно сказать. Так, поехали-поехали-поехали. Попрыгали-поехали. Ай-ть! Блин, нарвался все-таки. Ну ладно. Бывает. Бывает. Очень часто у меня это бывает сегодня. Так, ну... Припрыгнем! А, ура! Все! Я смог. Все-таки зря придрался. Тут можно перепрыгнуть. Я уже думал, что нельзя. Нет, быть постепенно. Тут часики не... Да... А, блин, я думал он прям на меня... Ну все, блин, это капсда, друзья. Это... Это все. Нет, это еще не все. Я... Ой. Тут слишком мало места, чтобы прыгать. Эй! Э, а как здесь пройти? Не понял. Save and out. Load. Это я на всякий случай, друг, тут не сохраняется все-таки. Блин, это... Это было странное место. Надо... Надо удачнее пройти до него. И, может быть, тогда уж напоримся на тот шип, но пройдем дальше. Ой, и уже начинаю напарываться в совершенно ненужных местах. Да тут вообще, в принципе... Это очень легко проиграть и так далее. Вот. У меня уже половина жизни. Быстро они отбавляются. Ай, блин, сволочь повернула. Ай, все, меня стрельнули. Все. Я не могу. Ой. Сконцентрируемся получше. Руки устают. У меня... Я же левой рукой на стрелках-то играю. Я уже привык левой рукой играть. Вот этот шип, он двигается. А, тварь, блин. Про шип-то я вспомнил, а забыл про стреляющие пушки снизу. Как же они меня раздражают! Ай. 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 Все, вроде... Вроде... С каждым разом, вроде как, все лучше и лучше. Вот привыкать начинаешь. Попа. О-о-о-о. А тут хитрость есть. Сейчас мы с помощью этой хитрости-то и проникнем, так сказать, чуть дальше уровня. Так. Чуть дальше, вернее. Место на уровне. Да. Блин, трудно на самом деле говорить, проходя такие игрушки. Это надо еще... Это надо уметь. А я не особо это умею. Я... Я скорее орать умею. И всякую херню. Ну, эмоционально. О-о-о. Т-те-те, говорите. Т-те-те-те. А. О-о-о. Ой-ой-ой. Еще раз попробуем. Ну, это, наверное, раз последний будет, потому что... Ну, не получается у меня. Ой, все уже на... Ой, еще раз на... Нет, это был не последний. Я не хочу проходить с таким количеством жизней. Я лучше умру и сейчас еще раз сделаю. Так, где мой курсор? У меня в игре пропал курсор. За пределами окна он у меня есть, а в самой игре он отсутствует. и так надо попасть. Опа, появился, смотрите-ка. Ну, это, я думаю, глюк не сама игра, а программа, с помощью которой я записываю. Так, ладно, это не важно. Ай-яй-яй-яй-яй. Пол жизни лишился, ещё пол уровня даже. Ай, больше половины. Больше... Всё. Всё, сейчас мне капс добудет. Ну, это точно не про... Блин. Ну, что такое, а? Вот это вызов, друзья. Вот это... Если мне после этого разработчика начнут такие же вызовы другие разрабы кидать, то, блин, всё, мне короче, давайте верёвку и мыло, потому что это... Вот здесь вот я перепрыгнул так. А-па-па. О, полные жизнь ещё. Вон, с помощью хитрости я смог всё-таки сделать это. Правда, я толком даже не понимаю, что я смог сделать. Я просто смог перепрыгнуть какой-то участок уровня, и всё. Идите. 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 А-а-а-а... О, ебать. Не могу. Ну, что это такое, ну, друзья? А-а-а-а... Разработчик, я обращаюсь лично к тебе. А-а-а... Такие вызовы принимать часто я не могу. То есть, ты сам меня пойми, то, что... Это... Это просто ад для меня, и... Игрушка прикольная. Несмотря на то, что графики очень мало в ней, хорошо бы управление на джойстике, и мне вот попробовать на джойстике в неё поиграть. Я перепробовал до того, как снимать кнопки на джойстике, и у меня все четыре джойстика, и ни одних кнопок не работает. Ни на одном. То есть, как бы, управления, я так понял, нет. Я надеюсь, что я прав. И так, друзья, с вами был Mahown Horror, это была игрушка Skating of the Host, одна из самых хардкорных, которую я встречал, из-за того, что очень много шипов и стреляющих пушек. Вот. Все подписывайтесь на канал, кто посмотрел это видео, ставьте лайки и так далее. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok